Здравствуйте! Меня зовут Исмагулова Гульнар Кульмухамбетовна. Я являюсь профессором кафедры иностранных языков, кандидат филологических наук. Сегодня мы с вами начинаем курс лекции по дисциплине введения в языкознание. Тема сегодняшней лекции звучит «Язык как общественное явление». И мы сегодня рассмотрим основные понятия данной дисциплины, предмет, задачи, объект языкознания. Целью сегодняшней лекции является понятие осмысления специфики языка как общественного явления, формирование научного подхода к изучению языка и рассмотрение основных функций языка. Говоря об общении, мы имеем в виду передачу информации не только в человеческом обществе, но также в животном мире. А на современном этапе сюда относятся искусственные системы общения. Допустим, это общение с помощью технических средств передач информации. Поэтому наряду с естественными языками сегодня появилось понятие – это искусственные языки. К искусственным языкам относятся ряд уже известных, как Basic English, Волопюк, Идо, Интерлингва и другие языки. На данном слайде вы можете увидеть карту распространения языков мира, а также и численность говорящих на этом языке. Языкознание является наукой, изучающей языки в принципе существующие, существовавшие и могущие возникнуть в будущем. То есть под языком мы имеем вообще форму общения на языке человека. Для языкознания в целом нет ценных языков. То есть любой язык, является ли он малочисленным, или говорит на нём огромное количество человек, тем не менее он представляет для языкознания большой интерес. И даже можно сказать, чем меньше людей говорит на каком-то языке, тем больше интерес привлекает этот язык. Изучается его структура, его лексический состав, его грамматический строй, его фонетический строй и так далее. Говоря о языках и о существовании языков, можно вспомнить библейскую легенду, когда более 4 тысяч лет назад все люди жили в Месопотамии, то есть на реке, в бассейне реки Тигра и Ефрата. Все люди говорили на одном языке, и земля эта, говорят, была очень плодотворной. Люди жили очень богато. Однако со временем люди решили построить себе башню до самого неба. Для сооружения этого монументального строения люди использовали не камень, а необожженный кирпич-сырец. Для соединения кирпичей применялся вместо извести битум, то есть горная смола. Таким образом башня эта росла и росла, и достигла больших высот. И тогда Бог разгневался, и на неразумных и тщеславных людей Он послал наказание. То есть Он глупых гордецов Он рассеял по всей земле. Таким образом люди перестали понимать друг друга, и появились впоследствии сразу же много, большое количество языков. Это история, легенда о Вавилонской башне. Итак, как мы сказали, в мире существует много тысяч, несколько тысяч языков. Среди них есть живые и давно вымершие языки. Допустим, к вымершим языкам мы относим древнегреческий или старославянский, латинский. Согласно этнологу 2009 года, всего живых языков по реестру лингвосферы 4994. Однако изученных языков, которые имеют свою письменность, которые изучены с точки зрения их строя и структуры, где-то 2500 языков сохранилось. Таким образом, как мы сказали, объектом языкознания являются языки. В 1996 году, допустим, умер человек по имени Красная Гроза, Грозная Туча, который говорил на языке Катаумба. Это индийское племя Сиу. Также остались сегодня языки территории Российской Федерации, на которых также говорит 1, 2 или 100 человек. То есть эти языки являются уже на грани исчезновения, но тем не менее ценность представляют они именно с точки зрения того, что они пополняют количество языков и изучаются на момент ещё их существования. Основными отраслями языкознания являются теоретическая и прикладная лингвистика. Теоретическая лингвистика изучает теорию языка, сущность структуры языка как системы и отношения между ними, а также правила комбинирования, природу, грамматических категорий и так далее. Теоретическая лингвистика делится на частную и общую. Частная изучает конкретные языки, либо группу языков, допустим, это славянская группа языков, это германская группа языков, романская и так далее, либо отдельные языки. Общее языкознание изучает язык вообще, его природу, его развитие, рассматривает классификацию языков и ставит более масштабные задачи. Прикладная же лингвистика занимается разработкой и приложением лингвистических данных к конкретным потребностям общества. Допустим, сегодня очень много развивается лингвистика в сфере компьютерной графики, лингвистика для машинного перевода, развития лингводидактики и автоматической по языкознания. Говоря о месте лингвистики в системе наук, мы говорим, что, конечно же, лингвистика относится к гуманитарным наукам наряду с историей, этнографией, философией, психологией и так далее. Но она также тесно взаимосвязана с естественными науками, такими как биология, физиология, физика. Допустим, на уровне порождения звуков мы всегда связываем это с физиологией человека, с биологией в общем и, конечно же, с физическими явлениями. Говоря о функции языка, здесь можно сказать, что язык выполняет сразу же несколько функций. Эти функции мы делим на основные и второстепенные, либо дополнительные. К основным функциям относится коммуникативная функция языка, то есть средство общения в обществе. Дальше сюда относим мыслеформирующую или мыслевыразительную функцию языка, выделенную великим немецким языковедом Вильгельмом фон Гумбольдом. Также к основным функциям мы относим когнитивную, либо познавательную, то есть сюда язык выступает здесь как элемент мышления, при помощи которого формируется мысль. Следующая функция – это хранение информации или аккумулятивная. Язык выступает как форма, отражение и хранение знаний в действительности. Мета-языковая или металингвистическая функция – язык выступает одновременно как средство или инструмент, как объект исследования и описания языка. Ну и здесь мы можем назвать несколько дополнительных функций. Это, допустим, этническая функция. Понятно, да, уже самого слова. Язык является средством объединения какой-либо нации или же достоянием определенного этноса. Фатическая функция, либо мы ее называем контактоустанавливающая. К примеру, когда мы говорим «Доброе утро», «Меня зовут Исмогула Вагульнар Кульмухамбетовна», в данном случае я хочу установить контакт с аудиторией. Эстетическая или поэтическая функция превращает текст в произведение искусства. Это сфера творчества, язык художественной литературы, поэзии и так далее. Эмоционально-экспрессивная функция – это выражение чувств, эмоций, ощущений, переживаний, когда мы восклицаем что-то, восторгаемся, удивляемся чему-то, кричим «Грит! Круто! Да ты умница!» и так далее. То есть в данном случае это есть выражение нашего отношения к какому-либо событию или какому-либо действию. И еще одна из функций – это магическая, либо ее называют заклинательная функция. Она реализуется в тех случаях, когда язык наделяется, так скажем, надчеловеческой или же потусторонней силой. Таким образом, сегодня мы вкратце изучили основные положения, основные задачи данного курса. В конце курса вы должны уметь дать определение, что такое языкознание, какие цели и задачи стоят перед этой наукой, на какие виды делится языкознание, уметь различать основные функции языка. К основным понятиям данной темы относятся понятия теоретического языкознания, частного языкознания, понятия общего и типологического языкознания. Основные функции, как коммуникативная, когнитивная, номинативная, аккумулятивная, апеллятивная, этническая и эмоционально-экспрессивная. Спасибо за внимание.